Я очень рад, что вы вышли на связь. Это для меня, ну, очень, как бы сказать, благодарю за это, за что вы вышли на связь, не проигнорировали, это очень приятно. Начинал, когда я звонил вам, следующий вопрос про мировоззрение, потому что задумался, ну, мыслей в голове очень много на самом деле, и с ними надо как-то работать уже, иначе, если бы не работать, конечно, получается. С того же начала, было просто интересное такое, чем отличается мировоззрение, допустим, англосаксонского и наше, грубо говоря, российское. Чем он отличается, почему мы воюем, не могу понять. Ну, англосаксонское мировоззрение, оно более техничное, оно имеет устойчивую динамику. Ну, представьте, если ваш план действий, распространяющийся на все государство, не зависит от смены политического курса. Вот представьте, много десятилетий, много столетий англосаксоны занимаются тем, что они организовывают мировые войны, стравливают государство между собой. Задача, чтобы все вокруг между собой воевали, а Британия там подбирала крошки, иногда не крошки, а куски, иногда прям совсем хорошо, большие участки земли, суши и так далее. Это схема, которая работает в постоянном режиме. Наше мировоззрение, оно меняется в зависимости... Каждому народу или как, или я ничего не могу понять, это присуще каждому существу или как, это понятно? Что присуще? Долгосрочные стратегии? Нет. Долгосрочные стратегии присущи только британцам. А у них это на уровне системы образования, на уровне государства развивается, поддерживается в течение очень длительного периода. У них ярко выраженная государственная идеология, и каждый... А какая цель это всего этого? Что? Какая цель? Какая цель? Какая должна быть цель? Ну, у этого какая может быть цель, конечно? Только одна, глобализм, под короной британской. Все. Других целей не может быть. Когда вы подавляете все остальные цивилизации в пользу своей. Вот вы обкрадываете регулярно все остальные цивилизации. Ну, вот, к примеру, если девочка выехала с вами на шашлык и скажет, что она основоположник шашлыка от этого теперь, она пожарила. Это же будет вранье, да? Да, совершенно. А если британцы приберут к себе футбол, которому тысячелетие, да? Из-за того, что они там правила какие-то сделали и популяризацию. Это же тоже будет вранье? А исторически данные свидетельствуют, что те же финно-угры к футбол имеют больше отношения, чем британцы. Ну, вот, есть система образования, есть система воспитания кадров, да? Есть разделение на элиты, да? Это все практикуется на территории Британии на постоянной основе. Если они регулярно совершают действия по захвату каких-то территорий в мире, по колонизации. Ну, вот, давайте. Британия и Индия, что это было? Ну, колония нужна, как я понимаю, я историю точно не знаю. Ну, вот, если вы окунетесь в историю, вы поймете, что вот Британия своими щупальцами окутывает весь мир на постоянной основе. Британия создала инструменты, такие, как незаметная колонизация. Ну, вот, у нас большинство обывателей в мире не понимают, что Канада – это продолжение территории Британии, что Австралия – продолжение территории Британии. Это под управлением Британии. Новая Зеландия и так далее. Вот эта вот часть мира, она управляется Британией напрямую, и есть косвенное управление. Под косвенным управлением находится США. Вот. Ага, тогда у меня остается вопрос. Вот мы сейчас готовили тему управления. А тогда у нас с чего начинается управление, и как сохранить управление вообще, и как это вообще происходит? Тоже для меня это важный вопрос. Управление. Мы управляем, ну, то есть властью, можно так сказать. Ну, не властью, в управлении можно и отнести управление своим вниманием, допустим, и управление, грубо говоря, обществом. Как разделять это, так правильно понимать? Ну, вот, про управление. Вот, понимаете, есть такое понятие законная власть. В старые времена законная власть передавалась по наследнику. Ну, были такие, скажем, большие цари, большие императоры, большие владыки, которые имели право на власть, завоеванное его предками в много поколений. Эти полностью согласен абсолютно. Когда приходил кто-то к власти, не имеющий царственной крови, он брал себе там, ну, подтягивал себе наследника какого-то. В царственной крови, вы имеете в виду, это именно должно быть именно этого рода, либо это по интеллекту определяется? Как это тоже понятно? Это только род. Интеллект здесь отношения не имеет никакого. Интеллект это вторично. Сами по себе эти люди уже высокого интеллектуального уровня. Тут, так, я рассказывал про что? Я рассказывал про то, что у нас есть право власти, передаваемое по крови. Это отражено во многих исторических документах, это в народных эпосах отражено и так далее. И есть вот эта вещь власти. И если кто-то, в качестве примера я приводил, если кто-то приходил к власти, не имеющий царственной вот этой крови, он, как правило, брал себе наследника какой-то ветви и его курировал до совершеннолетия. Именно из этой семьи, правильно? Да, только это давало ему на том периоде, как бы, право находиться у власти. Потому что потом все равно был переворот, и всех, кто не был царственной крови, их сметали. Следовали войны. То есть была легализованная власть. Дальше... А сейчас, на данный момент, ну как что происходит? Ага, извините, что приду продолжать. Дальше у нас имели место Майдана. Вот как сейчас Майдан госпереворот на Украине. Как Майдан был во Франции, революция во Франции. Как Майдан был в России. Революция в России. Такими инструментами лишили власти региона. Целое государство лишали власти. Я понимаю, процесс, как лишать власти. Это верхушку свырг, там легко, в принципе, и потом дальше легко накидать других идей, человек, ну, людям, и там, в принципе, легко. Я понимаю, этот процесс хорошо. Ну, после того, как государство лишается власти, им легко управлять. У вас появляются дополнительные инструменты его скота-шоркать, это государство. Например, Британия гораздо сильнее Франции во всех отношениях и будет сильнее Франции. Потому что во Франции нет законной власти. Во Франции... Можно, извините, что я говорю? Власть, это власть, это... Как вы смотрите слово власть? Как вы говорите, власть это что? Это что такое? Чтобы не понимать конкретно, чтобы не при... Вы откроете энциклопедию, посмотрите точное определение. Это управление. Это управление. Ну, я так и понимаю его управление. Ну, говоря массами людей, допустим, так можно просто... Ну, и расскажите, на чем я остановился до того, как вы меня перебили. А, вы остановились на том, что... Вот-вот, давайте не будем меня сильно перебивать. Я буду как-то рассказывать, пока я рассказываю, потом вопросы накоплю. Так вот, Франция, Франция гораздо слабее Англии по простой причине, потому что у нее порваны эти инструменты властные. Во Франции может управлять любой балбес, которого привели к власти. А привести балбеса к власти можно с помощью внешних инструментов, тех же самых британских. То есть, вот эта вот череда вот этих вот всех товарищей, Макронов и прочих, Саркози, это обычный инструмент повелевания государством, издевательством над государством с помощью внешнего источника. Дальше. Когда вы обрушили все монархии, а это инструмент власти законный, вы получаете кучу слабых государств. Даже чтобы вам возвышаться, вам остается только их дробить дальше. Доводить до какого-то мелкого состояния, ставить органы управления над ними, чтобы уменьшить власть каждого субъекта. Так вот, Евросоюз это обычный орган управления для холопов, для скота. Вот Британия ввела этот инструмент, подключила на него все одичавшие страны, те, которые лишились суверенитета. И управляет. Сама Британия вышла из этого органа, вот она как с баранами. Показала пример, собрала в кучу и вышла. Причем, Британия никогда не садилась на евро, она содержала свой фунт. Она вот так вот управляет. Баранчиками такими. Дальше, эта степень управления до такой степени уже, ну, доросла, что через этот Евросоюз они управляют буквально всеми странами одномоментно. Это показал пример, как они закрывали небо. Они за несколько дней закрыли небо для России. Это вот представьте, как бы если бы государство, каждое имело суверенитет, да, и оно отрабатывало бы свои интересы и решало, принимало решение. Закрыть небо для России, не закрыть. Они все моментально приняли в один день это решение закрыть небо. То есть они уже... Сопротивляться может народу, у которого сохранился суверенитет. Если у вас нет суверенитета, вот какие бы вы там пляски с бубнами не учиняли, вами правит человек, который вам не подчиняется вообще никак. Ему надо вас начихать. Ну вот допустим, Молдавия управляет Санду. Ей чихать на народ, чихать на рейтинг. Ей пофигу вообще, что происходит. Она исполняет волю внешнюю. Она управляет Молдавией. А пусть он хоть забеснуется народ, это не важно. Народ будет... Это не имеет значения. Это не имеет. Он потерял суверенитет. Но вот скот на ферме потерял суверенитет. Он ходит сытый, причесанный. Но когда придет время, он пойдет на мясо. Свинья пойдет на мясо. Корова пойдет на мясо. Страшно, конечно, но... Вот то же самое происходит с одичавшими народами. Их доводят до скотского состояния. Молдаване доведены до скотского состояния. Их в любой момент загонят на заклание. Через управление. Хорошо, но вопрос из этого истекает. А почему мы в скотское состояние попадаем? Не из-за знаний? То есть недоступно знаний? Или как это? Какой здесь фактор, влияющий для того, чтобы это произошло? Из-за информационной обработки. Вам один раз накакали в мозг. И забрали у вас власть. Вот власть на Украине не принадлежит украинскому народу. Власть в Штатах не принадлежит американскому народу. Вот это вот реальность. Я это понимаю. Я просто вопрос другой задавал. Я вопрос хотел... Это либо не знание, либо человек просто на доверии. Как здесь определить? То есть человек, который, например, логично мыслит, либо как здесь, я имею в виду, именно в этом техническом плане работать? Вы получаете информацию о мире через средства массовой информации. Когда средства массовой информации перехвачены, то вы лишились всех возможностей. Вот понимаете, сейчас не бьют дубинкой, чтобы загнать скотину в стойло. Сейчас бьют словом информации. Вот скотину в стойло загоняют с помощью информации, с помощью сигнала. И людей в стойло загоняют, ну я имею в виду, прямые аналогии. С помощью сигнала, с помощью информации. Я вот и как раз задавал вопрос, почему человек воспринимает эти сигналы? То есть не имея знаний, либо не имея логики, либо просто на доверии. Как это, почему здесь это происходит? Либо это фатология из природы, это происходит. Мне просто вот это непонятно. Пункт первый. Не отсутствие знаний. Вот в политическом смысле, ну я беру Россию, мы абсолютно политически безграмотны. Вот полностью. У нас в школе нет грамотной платформы образовательной. Ее не было при Советском Союзе. Этих знаний не было. И дальше есть чисто биологические возможности человека. Человек не может достоверно обработать всю информацию, которая имеется в мире, и всю информацию, которая поступает. У подрастающего человека мозга на это не хватает. Он вынужден опираться на знания извне. Те, которым дают более опытные люди. Ну, об этом речь. Вот когда ребенок растет, он вынужден доверять маме. Это дает папе, это дает ему возможность вырасти. Это гораздо легче, чем самому что-то там обработать, потому что он будет таким образом совершать меньше ошибок. Мама сказала, не ешь мухомор. Все просто. Он этим пользуется. Когда ребенка начинают обманывать через средства массовой информации, папу и ребенка начинают обманывать, маму, всех обманывать. Вот, грубо говоря, на Украине народ лишили возможности иметь суверенитет. Они не повелевают сами собой, они не принимают решения. Им подсовывают перед глазами красную тряпку, недостоверную. А почему они, наверное, не могут различить это тогда? Вот вопрос изначально. Но опять безромынцы стало получается. Как различить что-то в одном потоке? У вас один поток информации. Вам сказали, что... Вам сказали, что у вас есть политическая нация украинец. А вот эта сама формулировка, это значит, что вы доведены до скотского состояния. Если у вас какие-то сволочи или хорошие люди, не важно, бараны, олени, вам сказали, живите так-то, будьте политической нацией. То есть мы принимаем на веру, что ли это получается? Все. Это отработка. Им сказали, будьте политической нацией. Их деды не были политической нацией. Им не надо это было. Потому что это глупость полная. Это значит, ты скот. Тебе сказали, будь политической нацией, ты стал политической. Тебе сказали, будь гомосексуальной нацией, ты стал гомосексуальной нацией. Тебе сказали, будь нацией рыбой полез в воду. Извините, что перебил. Я так понимаю правильно, что зависит от того человека. То есть я сейчас разбираю идеальную каждого человека, допустим, чтобы обединить его. Нет, нет, это украинцы ничем не хуже, это лучшие наши ребята украинцы. Я это понимаю, прекрасно. Они интеллектуально вообще никакие нибудь не слабые. Их просто отработали, развели как лохов. Их разводили как лохов десятилетиями, столетиями, это тоже непростая работа. А чему происходит тогда, почему, как можно развести, я тогда не понимаю, почему человек тогда меняет эту информацию или как? Почему можно, допустим, вкинуть информацию, допустим, в определенное общество, и общество, допустим, начинает это принимать? Почему это происходит? Это получается на доверие, то есть, либо незнание, либо, как я понимаю, вкидывают информацию, допустим. Я как, то есть, на веру должен принять, и потом как должен действовать? Я не понимаю. Ну вот, есть поток информации. Вот у тебя есть вода только из речки Днепр. У тебя нет воды из речки Ненесей. Есть из Волги, нет, да? Если тебе в Днепр начнут добавлять синку, и Днепр будет фиолетового цвета. Так я же увижу. Ну, ты будешь видеть его сто лет фиолетовым. Ты потом скажешь, он всегда был фиолетовым. Ну, сейчас понял, понял, понял. Та же самая информация. Нет никакой другой информации. Есть информация, что мы разные народы, хотя мы не разные народы, мы один и тот же народ, который заставили сам себя убивать. Пришли британцы и сказали, эй, бараны, режьте друг другу глотки. Когда вы все перережете... Допустим, есть разумное сообщество, на него придет и какое-то внешнее, например, воздействие. Оно же так не произойдет, но если получается, все зависит от уровня знаний, я так понимаю, правильно или неправильно? Вы опять про Вуду в Днепре говорите. Она синяя. Люди к этому привыкли. За 30 лет она стала еще синее, за последние 8 вообще посинела. Подрастающие дети не знают, что она была прозрачна когда-то. Это все, это процесс. Они не слабее нас вообще интеллектуально. Это наши нормальные ребята. Это мы. У нас половина России сформирована украинцами, белорусами. Это мы. Я сейчас не понимаю, что я не говорю. Я просто, мне общий принцип понимать на планете Земля, которая происходит. Я вот от этого упал. На планете Земля так везде. Информация полностью контролируется североатлантическим сообществом. Вот все средства, мировые массовые информации, на которые ссылаются, они контролируются североатлантическим сообществом, подразумевается, что это Штаты и Британия, на самом деле это Британия. Потому что никакой... То есть, я правильно понимаю, управление зависит от средствов массового... Кто управляет средствами массового управления, тот управляет по сути мира. Средства массовой информации это комплекс, который включает, ну не только средства массовой информации, как газеты и телевидения, он включает там кнут, типа Нобелевская премия, пряник. Олимпийский комитет... Кто правит этим всем, кто заведует все это и, грубо говоря, что происходит в этом мире. Есть конкретное, не знаю, сообщество или конкретное... Или страна, как можно назвать, либо не знаю, как это... Вот исполнителем над этим всем является Британия. А Британия получается... Формально мы называем это британский клуб, потому что кроме непосредственно группы в Британии есть еще субъекты, входящие в эту группу. А лично с ними конкретно не знаем, кто это правит, и как это конкретно... Где они находятся? Может, они даже в блоге не будут находиться? Это все, в принципе, это все технически отрабатывается. Не сказать, что легко, но отрабатывается. Грубо говоря, круг лиц, принимающих решения, круг лиц, отрабатывающих долгосрочные стратегии, его можно просчитать, его можно отработать, его можно включить в третий эшелон целей. На случай... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok